Всем привет, друзья, с вами Донни, и сегодня мы играем в GTA 5 реальная жизнь. Как же, друзья, приятно просыпаться с таким вот просто великолепнейшим видом, с видом на океан, друзья, на своем острове, в своем коттедже, на своем же острове. Это очень, друзья, классно, это просто я радуюсь, просто не нарадуюсь. Я думаю, что сегодня я вам еще покажу, как же мой остров выглядит по вечерам, то есть, как здесь работает освещение и так далее, и тому подобное. Ну что же, чем, друзья, сегодня мы будем с вами заниматься? Сегодня, ребятки, мы будем покупать, возможно, самую дорогую машину, которая есть в Лос-Антесе. Но это не точно, на самом деле. Я, скажем так, в этом не уверен, но у меня есть такое предположение. Сегодня, друзья, мы будем покупать себе Ликан Гиперспорт. Если вообще я правильно называю эту машину, вроде бы называется так. Эту машинку, друзья, вы могли видеть в седьмой серии Форсажа, когда Доминик Торетто вылетал на ней из небоскреба. Машина очень классная, и вроде бы она от арабских производителей. И стоит, друзья, эта машина почти 3,5 миллиона долларов. Это очень много, 3,5 миллиона долларов. Просто это невообразимые числа. Да, возможно, есть машины и подороже. Честно говоря, я не уточнял, сколько стоит тот же самый Бугатти Чирон. Сейчас, друзья, мы доберемся до нашего друга Джонни, который сейчас находится на своей яхте. И на его вертолете мы доберемся до материка. Может быть, даже прямо до автосалона. И там сам Симон должен будет нам продать тот самый Ликан Гиперспорт. Ну что же, друзья, сейчас думаю, что я доберусь до автосалона, и потом серию эту продолжу. Ну что же, вот я уже и подхожу к самому автосалону. Наш друг Джонни подвез нас на вертолете до Мейсбанка. Там я спустился на лифте на первый этаж. И, собственно говоря, вышел. И вот я уже нахожусь здесь. Ну что же, ребятки, за этим автосалоном находится та самая машина. Машина почти за 3,5 миллионов долларов. Ну что же, пойдемте, друзья, посмотрим. Пойдемте, посмотрим. Так, идем. Вроде как здесь вот слева. Да, ребятки, вот она. Вот она, друзья. Та самая машина. Это Ликан Гиперспорт. Офигеть просто. Друзья, это 3 миллиона 400 тысяч долларов. На самом деле цена именно моей машины немножко побольше, но об этом, ребятки, позже. Так, вот сам Симон. Симон, ничего себе. Ты впервые вышел продавать мне машину? Офигеть, как же мы с тобой давно не виделись. Обычно твои менеджеры мне продавали машину, а теперь прям ты вышел? Ничего себе. Это потому что машина очень дорогая, правильно? Ну, конечно, кто бы сомневался, ребятки. Ну что же, давайте мы ее осмотрим внешне, друзья. Как вы уже поняли, эта машина стоит немножко дороже, чем стандартная машина, потому что у нее есть немножко необычные пороги. То есть у нее модернизированный передний бампер, у нее модернизированные юбки и модернизирован также задний бампер. Буквально немножко он там модернизирован, там чисто для аэродинамики. Ну, как бы эти элементы не выделяются, по сути, но стоит это очень дорого. То есть даже такая небольшая модификация. Ну что же, давайте мы ее уже более тщательно осмотрим. Просто, друзья, обалдеть. Это гиперкар. Это мой первый гиперкар. И вы просто на это посмотрите. Просто на это посмотрите. Офигеть, друзья. Просто офигеть. Ее масса, друзья, 1200 килограмм. То есть, по сути, 1 тонна и 200 килограмм. Это вообще ничто, ребятки, понимаете? По сути, тонны и 200 килограмм. Но, как бы, машины, которые катаются, здесь обычные легковышки, они ведь, по сути, весят аж в 2 раза больше. Офигеть, просто, друзья. Ее максимальная скорость 386 километров в час. И разгон до сотни за 2,8 секунды. Но это мы еще вместе с вами успеем заценить. Так, ну что же, Симон, я даже не буду ее тестировать. Я ее просто куплю. Ну, ты понимаешь, потому что тестировать ее я вообще смысла не вижу, честно говоря. Так что, друзья, мы ее покупаем за 3,5 миллионов долларов. И я на ней буду сегодня наваливать, друзья, по полной. Я не знаю, как получится. Надеюсь, что я сегодня не убьюсь, потому что это гиперкар. Посмотрим, что получится, ребятки. Так, ну что, Симон, я оплачиваю и уезжаю, окей? Ну что, ребятки, вот и все. Я купил себе машину за 3,5 миллионов долларов. Это очень много, но она того стоит. Я уверен в этом. Так, у нас есть ключи. Подходим, открываем. Все, мы открыли. И теперь можно в нее спокойно садиться. Так, садимся. Знаете, я как будто сижу в истребителе. Эти вот все кнопочки, эти всякие разные приборные панели. Просто, друзья, обалдеть. Хочу сказать, что соотношение массы и лошадиных сил у этой машины просто великолепное. Если я не ошибаюсь, у нее получается 750 лошадиных сил. Конечно, это, ребятки, не самый топовый показатель, потому что у той же самой Bugatti Veyron 1001 лошадиная сила, но соотношение именно массы на лошадиные силы просто великолепное. Полтора килограмма на одну лошадиную силу. Просто великолепно, я вам скажу. Ну что же, самое время опробовать ее в действии. Так, ребятки, выезжаем. Просто мы выезжаем. Поехали. Так, тихо-тихо-тихо, очень резко, очень резко машинка. Так, поворачиваем направо. Поехали. Офигеть, друзья, просто офигеть. Это что-то с чем-то. Я не могу это описать словами. Просто, ребятки, смотрите. Просто вы на нее посмотрите, она так выделяется на дороге. Разумеется, чтобы вы понимали, ее цена, наверное, больше, чем вот все машины вместе, которые есть сейчас на дороге. Даже те же самые BMW, там, не знаю, Audi, они все вместе, как бы, стоят дешевле, чем одна эта машина. Ну, если именно те, которые сейчас у меня на глазах находятся. Друзья, конечно, просто обалдеть. Давайте-ка мы сейчас развернемся и на шоссе поедем. Так, разворачиваемся. Такая юркая просто. Офигеть. Этот спойлер, он просто великолепен. Мне все в этой машине нравится. Мне все в этой машине нравится. Так, сейчас мы здесь налево поворачиваем. Прямо за Audi. И так вот, ребятки, юркая, да? Да, просто, друзья, без пробоксовки, без заноса. Просто великолепно. Так, поворачиваем сейчас направо и прямо на шоссе. Так вот, и на шоссе, ребятки. Просто погнали. Все. Так, заезжаем. Никого нет. Можно ехать, друзья. Поехали. И сейчас мы налево так вот еще прыгаем. Отличненько. Так вот. Сейчас мы здесь как-нибудь... Ну, давай, 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 давай. Побыстрее. Ай. Не объехать никак. Как я уже говорил, именно у моей машины есть улучшенная аэродинамика. То есть я поставил ей улучшенные юбки, скажем так, которые придают ей улучшенную аэродинамику. И благодаря этому машина лучше держится на дороге. Давайте-ка мы это опробуем. Так, поехали. Друзья, просто я боюсь нажимать на педаль. Я просто боюсь. Так. Тихо-тихо-тихо. Влезли. Ого. Я испугался даже. Так, нормально, нормально. Неплохо, неплохо вообще. Так. Обалдеть, друзья. Это просто... Я не знаю. Я думаю, что мы на ней потом еще в дорогонках погоняем просто для интереса. Потому что я уверен, что эта машина сделает всех. Но, конечно, если кто-нибудь не приедет, чувак, осторожно. Разумеется, если кто-нибудь не приедет на моей драг-машинке, потому что, как вы помните, мы делаем просто великолепные драг-тачки, которые на прямых просто всех рвут. Так. Нормально, нормально. Так, друзья. Вроде как здесь более-менее посвободнее, поэтому поехали. Так, 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 так. Блин, вот вы едете все очень медленно. Почему вы едете в левом ряду? Все в правый ряд быстро. Мы здесь не пролезем. Да, конечно, мы здесь не пролезем. Хотя эта машина, конечно, она очень узенькая. На самом деле, я думал купить себе сначала какую-нибудь там ламбу, знаете, прям вообще протюнингованную. Но все ламбы, они довольно-таки широкие. А эта машинка, она очень какая-то узенькая получается. Это реально прикольно. Так, мы здесь проезжаем. Поехали. Да, я не знаю, что еще сказать просто, друзья. Просто смотрите. Просто вы мне посмотрите, как же она топит, рвет. Просто рвет себя, рвет дорогу, ничего не жалеет. Мне очень нравится. Я вообще ни капли не жалею, что я ее купил. Да, я заплатил очень много, то есть 3,5 ляма. Но, друзья, оно того стоит. Оно того стоит. Эти, конечно, задние фары. Это, не знаю, как это сказать. Просто очень классно. Итак, поехали. Так. Сейчас думаю, что вам покажу въезд, собственно говоря, на подземный проезд к моему дому. Вот. Гоним, гоним, друзья, гоним. И вроде как вот скоро уже будет то самое место. Въезд в туннель на мой остров. Сейчас я вам его покажу. Так. Так. Просто топим, друзья, по максимуму. Просто по максимуму. Так вот. Как же она наваливает? У меня нет слов. Просто нет слов. Ребятки, вот тот самый въезд ко мне на остров. Вы просто понимаете, да, как это прикольно. Так, заезжаем. Ну что же, вот мы уже и на моем острове. Вот та самая моя парковка. Сейчас мы поставим мою машинку. Давайте-ка мы ее поставим как-нибудь прям по-царски, что ли. Прямо вот так вот мы ее сейчас поставим. Так, паркуем. Наверное, как-нибудь думаю, что можно поставить ее вот так вот. Отлично. Все, друзья, припарковались. Сейчас я ее поставлю на сигналку. Так, ставим на сигналочку. Все отлично. Я ее закрыл, ребятки. И теперь у нас есть такая просто сногсшибательная машинка. Честно говоря, я бы придумал еще, возможно, какую-нибудь здесь, какую-нибудь крышу бы сделал, что ли. Потому что здесь очень сильно жарит солнце. И когда машина стоит на солнце, это не очень хорошо, скажем так. Ну что же, как я вижу, мой друг Джонни пока себе еще ничего не купил. Потому что моя стоянка пустая. Одна лишь моя машина. И я еще подумаю, что же мне купить. То есть я купил себе гиперкар. Скорее всего, куплю себе еще какой-нибудь джип. И что-нибудь еще там уже посмотрим. Ну что, на этом я думаю, что мы серию будем заканчивать. Я надеюсь, что нам понравилось. Особенно, что вам понравилась моя новая машина. Потому что это Ликан Гиперкар. Вообще, я даже не знаю, правильно ли я ее называю. Ликан или нет. Фиг его знаю, честно говоря. Но эта машина очень классная. Вот честно говоря, очень классная. Сейчас, друзья, я пойду к себе в комнату и буду отдыхать. Хотя нет, думаю, что сейчас я пойду, возможно, чем-нибудь позанимаюсь. Может быть, порыбачу или сплаваю к Джонни. В общем, у меня очень много идей, друзья. Так что я думаю, что следующая серия, друзья, уже не за горами. Ну что же, я надеюсь, что вы поставите лайк под этим видосиком. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.